Многие, наверное, слышали о не самых хороших кассовых перспективах нового фильма режиссера Дэнни Вильнёва «Дюна». Для того, чтобы проекту отбиться в прокате и окупить свой бюджет, который по различным слухам находится в районе 160-180 миллионов долларов, ленте необходимо собрать более 500 миллионов. Для нашего времени это не самые огромные деньги. Но большинство прогнозов голливудских аналитиков выдавали «Дюне» 300-400 миллионов, что не позволит отбить этот бюджет, ибо киностудии получают около 50% от кассовых сборов. И маркетинговые затраты не входят в бюджет фильма. Их отбивать тоже придётся, а у блокбастеров они в среднем 100-150 миллионов. У каких-нибудь «Звёздных войн» официально известный рекламный бюджет 250 миллионов. Но нужно быть сумасшедшими, чтобы столько потратить на продвижение «Дюна», ибо на кассу «Звёздных войн» она не рассчитывает изначально. Разве что на кассу провального хана Соло. То есть 2-3 месяца назад Голливуд считал, что «Дюна» скорее всего провалится, и уже объявленного сиквела не случится. Изменить мнение аналитиков могли бы трейлеры или какие-нибудь промо-материалы, на которые был бы очень позитивный отклик у народных масс. Но из-за нынешней ситуации в мире, мероприятия, на которых предполагалось продемонстрировать тизеры «Дюна», отменяются одни за другими. И это большая проблема для фильма «Вильнёва». У «Дюна» остаётся всё меньше и меньше времени на рекламную кампанию, которая должна была переломить отношение к фильму. В связи с этой ситуацией всплывает ещё одна проблема, о которой многие забывают. Сейчас все крупные голливудские релизы переносятся на неопределённый срок. «Мулан», «Тихое место», «Чёрная вдова» уже переехали со своих весенних дат. За ними последуют и многие другие картины. Кого-то вроде «Чудо-женщины» тоже подвинули, но пока только на август. Участие из этих фильмов кассовой перспективы гораздо внушительнее, чем у «Дюна». Да, мир несправедлив. И если ранее в конкурентах у «Дюны» в декабре были комедийные проекты вроде сиквелов «Поездки в Америку» или «Семейки Крутц», то сейчас всё может сильно измениться. В случае, если ситуация летом нормализуется, то часть из проектов, которые пока переехали в никуда, 100% объявятся где-то рядом с «Дюной». И если «Тихое место» или «Мулан» не станут совсем уж большой катастрофой для «Дюна», то вот премьера «Вдовы» от Marvel, поставленной студией Дисней в радиусе пары недель от «Дюна», может попросту уничтожить все кассовые перспективы фантастической ленты Дэни Вильнёва. Вряд ли «Марвел» поставит «Вдову» так близко к вечным, которые выходят осенью. Так что, скорее всего, с «Дюной» может всплыть именно «Мулан». Но бывает всякое. Проблема гораздо глубже, чем может показаться. Дело в том, что те же кинотеатры IMAX расписаны на годы вперед. И сейчас «Дюна» присутствует в расписании кинотеатров IMAX, являясь основным фильмом для формата в момент своего выхода. Это тоже изменится, даже если рядом с «Дюной» всплывет «Мулан». То есть «Дюни», которая сейчас, в отличие от многих других фильмов, не пострадала от переноса, на самом деле хуже, чем тем фильмам, которые уже перенесли. И в теории «Дюну» могут передвинуть даже в случае, если ситуация с вирусом в мире уже не будет этого требовать. Это может произойти именно по причинам, которые я озвучил выше. И здесь возникает еще большая проблема. 17 декабря 2020 года – отличная дата для «Дюны». Наверное, даже идеальная. И если «Дюну» все-таки придется перенести, чтобы она не попала под каток фильмов, имеющих больший кассовый потенциал, подобную дату создатели фильма уже не найдут. На год ее переносить нельзя, как это сделали создатели «Форсажа». Ибо 16 декабря 2021 года в прокат выходит «Аватар 2», который уничтожит все, что попробует стартовать рядом с ним. Особенно, если это проект в схожей тематике, как раз как «Дюна». Есть, конечно, шанс, что «Аватар» вновь перенесут. Но если это и случится, то, скорее всего, как раз в конце нынешнего года, когда для «Дюны» будет уже слишком поздно что-то менять. А значит, студии в любом случае придется идти с «Дюной» на гораздо больший риск, чем тот, который предполагался ранее. Конечно, все это в том случае, если студии не удастся договориться с конкурентами насчет декабря 2020 года, куда могут побежать все перенесенные картины. Вся эта ситуация с «Дюной» весьма печальна по многим причинам. «Дюну» хотя и не назвать оригинальным проектом, ведь ее уже экранизировали дважды, но она все равно выглядит гораздо оригинальней всей этой прорвы комиксов и тонна ужастиков про американские дома, в которых живут девочки с немытыми волосами. И если подобный фильм вновь с треском провалится, как это уже сделал предыдущий фильм режиссера Дэнни Вильнёва «Бегущий по лезвию» 2049, то деньги на фантастику, отличную от фильмов про парней «Дам в трико», станут выделять еще реже. А о больших деньгах, выделяемых на подобные фильмы, и вовсе придется забыть. Хочется верить, что я ошибаюсь, и у «Дюны» все будет замечательно, а ворох проблем, который может свалиться на картину, упадет где-то рядом, похоронив какое-то другое, мало кому нужное кино. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на линии. Субтитры сделал DimaTorzok